Всем привет! Сегодня мы с вами будем готовить постные блинчики на закваске. Закваска на фруктовых дрожжах, я показывала, как я ее делаю. Ссылочку оставлю под видео в описании. Такие блинчики в моей семье в большом почете. Называем мы их хлебными, видимо из-за аромата, который стоит на весь дом, когда я их готовлю. Стойкий аромат свежевыпеченного хлеба. Блинчики такие можно и фаршировать доступными начинками, можно и есть просто так, с медом, с вареньем. Итак, достаю из холодильника закваску. Вот так она выглядит. Через несколько дней кормлю я ее не каждый день. Стоит она у меня в холодильнике иногда неделю, не кормленная. Размешиваю. Оставила ее как-то раз на пару недель. Думала, все, она у меня пропала и придется новую делать. Вот ничего подобного. Я ее подкормила и она полностью восстановилась. Так, размешали. Запах сейчас стоит дрожжевой, спиртовой вернее даже. И отливаю 250 миллилитров. Один стакан. Один колпачок, 125 миллилитров. Обычно я так не вымеряю, могу вообще на глаз налить и все. Единственное, сейчас мне нужно вам сказать точные пропорции, поэтому измеряю. И вторая крышечка, 125 миллилитров. Закваску кормим. 125 миллилитров воды. И сразу сюда. Два таких стаканчика. Две крышечки. То есть 250 миллилитров закваски, 250 миллилитров воды. Дальше идет мука с горкой. Один стаканчик добавляю в закваску. И два таких кабачка в тесто. Стакан закваски, стакан воды, стакан муки. Сначала перемешаю закваску и беру ее обратно в холодильник. Кстати, где-то увидела, уже даже не помню где, что в такую закваску можно добавлять в качестве подкормки наряду с мукой еще и сахар. Ну, немножко где-то, может быть, ложечку. Можно добавлять, можно не добавлять. Я пару раз добавляла, не знаю, дало это что-то или не дало. Можете поэкспериментировать. Убираю. Чайную ложечку соли. Дожмите его хорошенько размешать. И оставим его для брожения. Размешали. Вот такая по густоте получилась масса. Если у вас закваска гуще, то водички можно добавить побольше. Все, теперь закрываем крышкой и оставляем в теплом месте где-то на пару часиков, может быть, даже больше. А сами занимаемся своими делами. Замучили меня сомнения по поводу сахара. Пересмотрела отснятый кусочек и обнаружила, что сахар я добавила только в закваску. Сюда тоже, конечно же, добавляем сахар. Я добавлю 2-3 чайных ложечки. Если любите послаще, можете добавить побольше. Ты моя лапочка. Радуется солнышку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И через некоторое время тесто запузырится. Очень приятный запах приобретет. Еще раз хочу напомнить, что при работе с любым тестом, с дрожжевым и с тестом на закваске, не смотрим на часы, смотрим на само тесто. Кому-то, может быть, понадобится и 5, и 6, и 8 часов, может быть, целый день для того, чтобы тесто поднялось. Потому что закваска у всех имеет тоже разную силу. Сейчас тесто полностью как пена. И в данный момент его можно разбавить водичкой до желаемой консистенции. То есть так оно слишком густое. Хотя, если кто-то любит толстые блинчики, можно оставить и так. Разбавляю тепленькой водичкой по чуть-чуть. Добавляю понемножку, чтобы не переборщить. И сейчас можно добавить сюда растительное масло, если есть желание. Можно добавлять, можно нет. Смотрите, как вам нравится. Вот, такой густоты оставлю тесто. Дам ему буквально минут 15-20. Ну, пока потихонечку начну разогревать сковороды, готовить масло для смазки сковородки. Через несколько минут тесто опять принимает вид пенки. Размешивать его уже не надо. Разогреваем хорошо сковороду. Смазываем растительным маслом. Наливаем половник в тесто и распределяем его по сковороде. Так, как нижняя сторона хорошо подрумянилась, отделяем вот так вот по краешкам сначала и переворачиваем. Добавляем. Выкладываем на тарелочку. При желании можно блинчик дополнительно смазать еще растительным маслом. Я смазать дополнительно не буду. Если бы не пост, смазала бы сливочным. Наконец-то здесь подрумянился. Сковорода разогревается медленнее, но зато и остывает медленнее. Тепло отдает дольше. Остальное нагрелось гораздо быстрее. Вообще, для приготовления блинчиков сковорода имеет не последнее значение. На тонкой сковороде, конечно, блинчики не получатся такими, как на хорошей толстой сковороде с толстным дном. Чем толще и тяжелее кастрюли, ой, сковорода, тем лучше будут блинчики. Румяные и красивые. Если поначалу краешки блинчиков вам покажутся жесткими, здесь мягенькие, иногда так бывает, что краешки чуть-чуть жестковатые, не очень эластичные, ничего страшного, блинчики полежат, отмякнут и станут мягенькими. Таких жестких краев у них не будет. И маслом смазывать сковородку можно не после каждого блинчика. То есть 2-3 блинчика пожарили и смазываем. Если, конечно, сковорода хорошая и не прилипает. Самые ароматные, самые душистые блинчики получаются на дрожжевом или на заквасочном тесте. Хоть они и постные, ничего там нет, но аромат на весь дом стоит очень-очень приятный. Если у вас нет хорошей сковороды и к вашей блине постоянно прилипают, и вообще все прилипает, чтобы вы не жарили, то тогда ее можно подправить. Разогреваем ее хорошо, чтобы она была раскаленная. Наливаем несколько миллиметров масла растительного и оставляем, чтобы масло слегка даже начало дымиться. Потом выключаем и масло оставляем на этой сковороде, чтобы она с ним остыла. И в процессе остывания масла образуется полимерная пленка. Масло полимеризуется. Эта пленка и будет как раз таким покрытием, которое не дает продуктам прилипнуть. Покрытие это нужно беречь. То есть сковородки ни в коем случае не трем мочалками железными и прочими абразивными веществами и предметами. То есть это покрытие легко ранимое. Но оно легко восстанавливается. То есть если вы испортили сковородку, что-то в ней тушили или кисло готовили, соус, возможно, какой-то, то потом тоже можно проделать эту процедуру, и сковорода опять будет как маленькая, прилипать к ней ничего не будет. Мыть такие сковородки нужно сразу после приготовления, пока они еще немного горячие. Отмываются они тогда очень замечательно при помощи обычной губки. Можно капельку моющего средства использовать. Не тереть, ни чем-нибудь ее шкрябать, тогда не приходится. Потому что с этого покрытия и отмывается все тоже очень хорошо. Получилось у меня 12 блинчиков. Вот такие они румяные, дырявенькие. Очень мягкие, полежали, и верхний блинчик даже тоже мягкий стал. Вот такие прозрачные, замечательные блинчики. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok